Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами я, Бруша Б Израиле. Я пришла сегодня в наш торговый центр Кирион. Скоро праздник, многие здесь ищут подарки. Я пришла тоже немножко посмотреть подарки. Кроме того, я пришла, чтобы сделать некоторые покупки. И если я что-нибудь здесь куплю, конечно же, я вам это покажу. Посмотрите, сколько подарков в коридоре. Их выставили точно к празднику. Чего-нибудь сколько нет. Ну, в основном, конечно, сладости, потому что Еврейский Новый Год – это год, когда надо есть много сладкого. И все желают сладкого Нового Года. И я тоже желаю вам тем, кто празднует этот праздник, счастливого и сладкого Нового Года. Вот такие вот наборы. Вот красивые коробочки. Сколько она стоит? 150 шекелей коробочка. Конфеты, конфеты. Шоколадные конфеты. Вот на этой шоколадной конфете написано «Хак Самех». Веселого праздника. 15 шекелей стоит. А вот есть «Шана Това». Хорошего года. 20 шекелей. Это «Хамса». Оберег. О, этот большой. 35, красиво, да? А тут, ого! Что это? Это, наверное, держать бутылку или что-то такое. А вот тут разные «Удаика» продаются тоже к празднику. Гранат, конечно. Денежное дерево. Хороший подарок. А это бамбук счастья разных размеров. Вот этот поменьше, а вот этот побольше. Ну, естественно, что перед праздником такие вещи. Это же подарок. А здесь уже косметическая продукция магазинов наших. Это магазин «Бодишоп» наш, по-моему. Да. Это кто? Ив Роше. Ив Роше тоже выставил свою продукцию в коридор, я вижу. Ну, вот магазин «Крэйзи Лайн». Наконец-то до него добралась. И сейчас я пойду посмотрю, что там есть. Ну, не знаю, смогу ли я там снимать. Но, по крайней мере, если я что-то куплю, я обещаю показать. Это продукция фирмы «Сабон». Это скраб для тела. И всякие другие косметические товары. И желают они нам тоже веселого праздника. А вот это мыло для тела, жидкое, на основе масла, очень хорошее. Я иногда такое покупаю. И это крем для ног замечательный. Он, конечно, не дешевый, но он очень надолго его хватает. Такие красивые коробочки. Попросту говоря, все магазины вышли в коридор. Из своих магазинов. Духи тоже вышли из Машбира, вышли из магазина в коридор. Ну и, конечно, предлагают разные скидки. Изобилие подарков на любой карман. Вот это совсем недорогие наборы. Тут можно купить за 30 шекелей, за 20 шекелей. Сплошные подарки. Вот идешь, и только везде подарочные разные наборы. Приехала на второй этаж. Ну, что вы думаете? И тут подарки, и тут поздравляют нас с праздником. И по местному радиоузлу тоже нас поздравляют с праздником. Вот снова тут я вижу. Все коридоры превратились в арены продажи подарков на Роша Шанан и Еврейский Новый Год. Ну, в общем, вы поняли. 99 шекелей рыцари, держатели бутылок, рюмочки. В общем, все наборы и все, что здесь есть, оно по 100 шекелей. А вон дороже. По 189 бутылка с рюмками. А вот интересная вещь. 199. А это обычные корзинки с классическими наборами. 165. По мере того, как я иду, цены нарастают. Ну, вот я уже дома, и захотелось мне вам показать, что я купила. Последнее время многие блогеры делают аутфиты. Я сделать аутфит полный вам не могу, потому что, ну, просто у меня здесь зеркало большое находится в таком месте, что, ну, мне там неудобно снимать. Так что придется вам обойтись без аутфита. Но я вам покажу, что я купила, и, может быть, покажу немножко, с чем я буду это носить. У меня всегда должен быть полный набор, иначе эта вещь не будет в моем гардеробе. Или я куплю что-то еще, чего не хватает, чтобы было, с чем ее носить. Потому что ни одну вещь мы не носим саму по себе. Мы всегда ее с чем-то сочетаем. Для меня, конечно, важно, чтобы цвета сочетались. Вот эта туника, у нее и синий, и серый, и черный цвет. И у меня полно вещей в гардеробе вот этого цвета. Попытаюсь вам показать, с чем я ее буду носить. Эта туника, она наполовину из хлопка, наполовину из вискозы. Очень люблю вискозу. Считаю, что у нас для лета вискоза это лучшая ткань. Я люблю даже и стопроцентные вискозы. Ну, это уже для осени, уже не так важно, наверное. Итак, я вам покажу, с чем я это могу носить. Вот такая у меня есть серая жилетка. Она немножко длиннее, чем эта туника. И она серого цвета. Как видите, серый цвет присутствует и на самой тунике. И у меня точно такого же цвета есть брюки. Так что это получается просто целый костюмчик. Кстати, у меня точно такая же, я уж не буду ее вытаскивать, есть черная жилетка. Абсолютно копия. Я купила сразу две, и серую, и черную. И черную я одену просто с черными брюками. И получится уже другой комплект. Вот вам уже два комплекта. Вот такой жакет. И у меня точно такие же есть брюки. То есть, брюки не от этого жакета, просто совершенно такого же цвета, темно-синий, с таким чуть-чуть сероватым оттенком. Или можно одеть джинсы сюда, тоже хорошо. Есть у меня также леггинсы, то есть узкие такие, обтягивающие, которые вполне можно с этой длинной туникой одеть. Вот еще один комплект, который у меня получается с этой туникой. Дело в том, что она очень длинная. Ну, может, здесь и не видно, но довольно длинная. А пиджак еще длиннее. Это практически у меня почти как полупальто. Такие же точно брюки. Это костюм. Ну, вот еще один вариант, как можно носить эту тунику. Можно одевать не с темными пиджаками, можно одевать и со светлым. По-моему, даже лучше так. Ну, и, наконец, самый теплый вариант. Для нашей израильской зимы самое то. Не удивляйтесь, но у нас достаточно на эту тунику накинуть вот такую кортку. И в самую холодную погоду, в дождливую, вы обеспечили теплой одеждой. Из украшений, мне кажется, больше всего подойдет вот что-то такое. Подойдут сюда вот такие вот черные бусы. Можно несколько рядов таких бус сделать. Конечно, можно и что-то металлическое. Ну, в общем, конечно, можно бесчисленные варианты украшений. Тут говорить даже нечего. Ну, и, наконец, можно сделать более закрытую эту тунику с помощью броши, которая сюда наиболее подойдет. Ну, я не стала особенно искать. Взяла первую попавшуюся фактически брошь, просто чтобы продемонстрировать еще один вариант, как можно носить эту тунику. Ну, и, наконец, если мне хочется что-то более необычное, чем классическая такая туника, то можно одеть ее вот с таким вот шарфиком, который одновременно является и шарфом, и украшением. Вот это вариант, как можно еще ее носить. Вот такую вещь тоже я купила сегодня. Но дело в том, что купила, говорит, неправильно. Дело в том, что когда ты покупаешь в магазине Crazy Line, у тебя набираются некудот, то есть баллы. Вот у меня набралось где-то 200 баллов. Значит, на эту сумму я могу получить вещь бесплатно. Ну, и если остались какие-то баллы, значит, они дальше продолжают собираться. И вот то, что я покупаю, это все обязательно идет в баллы. Итак, вот эта вещь мне просто понравилась. Она 50% хлопка, 50% тоже вискозы. Очень приятно ее носить. Немножко там сверху есть такие блесточки. Я не очень люблю, когда много блесток, но здесь немножко они не мешают, даже наоборот. Очень неплохо выглядит, очень незаметно. Ну, вот такая вещь. Следующая вещь, которую я купила, тоже такая туника. Немножко более тоненькая, немножко более легкая. Мне понравился у нее воротник, вот такой вот интересный, с такими дырочками. И когда я ее одела, тоже в ней оказалось так комфортно, так удобно. И, ну, вещь, конечно, подходит, ну, буквально ко всему. И ткань, из которой это сделала, это тоже 50% хлопка, 50% вискозы. Вот эту вещь я буду точно очень много носить, потому что вот, ну, так в ней мне было хорошо. Как я себе сама удивляюсь, должна вам честно сказать, я настолько была раньше равнодушна вот к комфорту, а именно мне важно было, вот как я выгляжу, и что-то придумать, все. Все это ушло. Вы знаете, с возрастом это где-то у кого-то остается. Есть такие, знаете, старушки забавные, веселые, которые очень экстравагантно одеваются, я всегда любуюсь ими. Ну, вот и все. Напишите, что вы думаете об этом. Если вам интересно, я буду впредь показывать свои покупки. Ну, вот и все, мои дорогие. Спасибо тем, кто был со мной до конца, кто досмотрел это видео. Пишите, стоит ли мне продолжать снимать такого рода видео. С вами была Броша в Израиле. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok